Снова издень у монитори. Выдыхай. Слот сети. Шанс там, где ты. Ставка уже сделана где-то три месяца назад натовцами на ремонт натовской техники. Не на поставки новые, а отсюда сокращение финансирования, отсюда создается иллюзия, что там передумали, никто ничего не передумал. Также спят и видят, как бы нас развалить и поделить наши природные ресурсы. Ведь из-за всего, только из-за природных ресурсов весь этот сэрбор. И немцы почему так, я уже говорил об этом в вашей программе, по-моему, немцы почему так спокойно отнеслись к взрыву потоков северных? Да потому что они знали, что вот скоро Россия рухнет, придут люди типа Ельцина, все отдадут Западу, а Германия бесплатно получит несколько месторождений в Сибири за то, что она помогала Украине. Вот и все. И так каждая натовская страна уже знала, какой кусок на нашей территории с природными ископаемыми она получает. Меня зовут Юрий Рашкин. Передает Foreign Affairs. 1 ноября. Главный украинский генерал Валерий Залужный изменил дискуссию о войне своей страны с Россией своим заявлением, как и в Первую мировую войну, сказал он в интервью The Economist. Украинские и российские военные достигли технологического уровня, который ставит нас в тупик. Если огромный скачок в военных технологиях не даст одной стороне решающего преимущества, скорее всего, не будет глубокого и красивого прорыва. Эти слова побудили президента Украины Владимира Зеленского выступить с опровержением. Война не является тупиком, я это подчеркиваю, заявил Зеленский. Заместитель главы Офиса Президента отметил, что эти комментарии вызвали панику среди западных союзников Украины. Такой страх понятен в тот момент, когда Конгресс США, крупнейший источник помощи Украине, решает, продолжать ли военную поддержку. Прежде чем Украина начала контрнаступление в июне 2023 года, Вашингтон выразил оптимизм по поводу того, что украинские военные смогут быстро добиться крупных военных успехов и обеспечить Киеву более сильную позицию на переговорах, чтобы заставить Москву пойти на уступки. Этого не произошло. Не так уж много территорий перешло из рук в руки, а большие надежды уступили место удручающему повествованию о тупиковой ситуации. У разделенного Конгресса, скорее всего, нет той стальной горы, как американские чиновники назвали материальные средства, которые они предоставили Украине в начале 2023 года, чтобы обеспечить возобновление контрнаступлений в 2024 году, а европейские страны не получают обещанной помощи. С чисто военной точки зрения путь Украины к победе не ясен. Но Украина и ее союзники должны признать нынешнюю реальность войны, а не бояться ее. Им следует принять и подготовиться к многолетней войне и долгосрочному сдерживанию России, вместо того, чтобы надеяться либо на быстрый украинский триумф, либо в отсутствие такового на неизбежные решения путем переговоров. Ошеломляющая победа не гарантирована ни украинской доблестью, ни русской глупостью. И любая надежда на то, что переговоры прямо сейчас могут принести пользу Украине, наивно. Россия не становится более податливой или более склонной к компромиссам. Фактически, стремление Кремля изменить весь международный порядок посредством насильственных конфликтов сейчас может быть даже более амбициозным, чем год назад. Россия продолжает мобилизовать ресурсы для своей разрушительной войны. И поддержка россиянами вторжения Путина не рухнула. Не тогда, когда западные союзники Украины ввели санкции против российской экономики, ни тогда, когда некоторые россияне протестовали против мобилизации, ни когда глава наемников Евгений Пригожин устроил свой любопытный мятеж в июне 1923 года. Но война не проиграна для Украины. Отнюдь нет. Очарованные первыми успехами и высоким моральным духом Киева, сторонники Украины привыкли к ошеломляющим украинским триумфам. Тем не менее, эта формулировка войны «Давид против Голиафа» сейчас порождает слишком много пессимизма, когда украинские силы борются или заходят в тупик с российскими войсками. Даже тупиковая ситуация, какой бы разочаровывающей она ни казалась, представляет собой огромное достижение. До февраля 1922 года идея о том, что Украина сможет достичь военного паритета с Россией, казалась фантастичной. Однако, с помощью Запада Украина сдержала своего гораздо более могущественного соседа. За год войны Россия не смогла взять Киев или какой-либо другой крупный украинский город, кроме Мариуполя. Несмотря на свои огромные экономические и военные ресурсы, Россия не вела настоящего наступления с начала лета 1922 года. Чтобы добиться прогресса сейчас, западным и украинским лидерам необходимо сплотиться вокруг достижимых стратегических целей. Наиболее актуальной задачей является сдерживание российских сил. Не только для того, чтобы защитить все, чего Украина уже достигла, но и для того, чтобы сделать присутствие России на украинской территории максимально небезопасным. На российские позиции необходимо постоянно оказывать давление, продвигая их вперед. Это будет невозможно без военной поддержки США, оправданной не утверждением о том, что победа не за горами, а тем аргументом, что сдерживание России является ключевым интересом Европы и США. Политика сдерживания уже успешна в Украине. Неудача будет означать отказ от этого. В течение первых шести месяцев войны Украину хронически недооценивали. Затем, в сентябре и октябре 1922 года, украинские войска прорвали российские позиции вокруг Харькова и изгнали российские войска из Херсона. Западные союзники стали рассматривать эти боевые триумфы как прецедент. В преддверии контрнаступления в июне прошедшего года, которое планировалось в течение нескольких месяцев, многие на Западе считали, что новаторство, решимость, стратегический талант украинской армии и гибкая структура командования дадут те же преимущества, что и в 1922 году. В 1923 году война уже стала изнурительной и разрушительной, и была надежда, что Украина сможет довольно быстро изменить ситуацию навсегда. Оптимизм Запада по поводу контрнаступления также обусловлен масштабом и качеством военной помощи Украине. Весной 1923 года Соединенные Штаты и европейские страны отправили Киеву часть своего лучшего вооружения. Современные танки, ракеты. И хотя поначалу их темпы были медленными, и они отказались от некоторых систем, таких как истребители F-16 и ракеты атакам с большой дальности. В журнале Foreign Policy в июне 1923 года Гидеон Роус утверждал, что, цитата, «военная поддержка Запада и замечательная способность Украины превратить ее в боевой успех», конец цитаты, «могут привести Украину к победе и восстановить ее границы, существовавшие до 1914 года». Тем временем, российские военные, судя по всему, страдают от плохой координации, слабой мотивации и общего ощущения бесцельности. С помощью контрнаступления Киев планировал прорвать сухопутный мост России с Крымом и разрушить моральный дух россиян. Всего через две недели, после того, как началось контрнаступление с нападениями в Донецкой и Запорожской областях и ударами беспилотников по территории России, нарастающие неудачи Москвы завершились мятежом Пригожина. В течение нескольких недель власть Путина казалась более хрупкой, чем когда-либо. Однако, всего несколько месяцев спустя ситуация выйдет менее благоприятной для Украины. Путин стабилизировал свое правительство и структуру военного командования. По состоянию на конец 1923 года ограничения в ресурсах и рабочей силе более очевидны на украинской стороне, чем на российской. Длительное время подготовки, необходимое для подготовки контрнаступления, позволило России создать оборонительные сооружения, особенно минные пояса, что свело на нет многие преимущества Украины в современном вооружении. Чтобы набрать обороты, Украина запросила у Запада боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы и технологии разминирования, ракеты большей дальности и больше самолетов. Но по мере роста потребностей Украины Соединенные Штаты политически раскололись. Небольшая группа законодателей и республиканцев теперь использует свое влияние на умеренных республиканцев, чтобы попытаться остановить финансирование Украины. Майк Джонсон, новый спикер Палаты представителей, неоднократно голосовал против пакетов поддержки Украины, но в последнее время более благосклонно высказался о поддержке Киева. Однако невозможно узнать, есть ли у него намерение или возможность обеспечить полезный уровень помощи. Запасы боеприпасов и вооружений Украины уже на исходе. Уменьшение или прекращение военной поддержки США окажет немедленное влияние на боевые действия Украины, особенно на ее противовоздушную оборону. Эта система противовоздушной обороны опирается на перехватчики, компонент, который могут предоставить Соединенные Штаты. Если правительство США станет менее охотно финансировать военные усилия Украины, ни одна другая страна не сможет заполнить вакуум. Европейским странам не хватает запасов боеприпасов и мощностей военного производства. В марте 2023 года ЕС пообещал отправить Украине миллион патронов к марту 2024 года, но есть риск не выполнить поставленные задачи. По состоянию на конец ноября 2023 года доставлено менее трети обещанных поставок. Даже если Соединенные Штаты и Европа выполнят все свои обязательства по оказанию военной помощи Киеву, война не может решительно повернуть в пользу Украины. Соединенные Штаты одобрили поставку желанных F-16 в 2024 году, но когда они в конечном итоге прибудут, они могут оказаться менее полезными. По словам Залужного, Россия улучшила свое ПВО и сохранит превосходство в вооружении, технике, ракетах и боеприпасах в течение значительного времени. Это была цитата. Поскольку война вступает в свою вторую зиму, Россия накапливает ракеты, чтобы атаковать украинскую электрическую сеть и тем самым подорвать моральный дух и экономику Украины. Широкое освещение в СМИ привело к политической поддержке военных действий Украины в США и других странах. Это освещение исчезло с первых полос газет, поскольку между Хамасом и Израилем бушует новая война. Беспокойство по поводу расширения войны между Израилем и Хамасом сейчас кажется менее вероятным, а более ограниченная война спасет правительство США от необходимости делать резкий выбор между помощью Украине и вмешательством в горячую войну на Ближнем Востоке. Но Россия уже извлекла значительную выгоду из хаоса, развязанного 7 октября. Российские дипломаты и средства массовой информации подогревают обвинения в том, что Вашингтон неравномерно применяет принципы международного поведения и придерживается двойных стандартов в отношении жертв среди гражданского населения, когда речь идет об Украине и Газе. Это обвинение сейчас звучит во многих странах глобального юга. Москва была бы рада, если бы скептицизм в отношении политики Запада на Ближнем Востоке превратился в скептицизм в отношении политики Запада в Украине. Несмотря на тупик на поле боя, переговоры не являются правильным выходом из нынешнего тупика. Кремль с радостью пошел бы на переговоры о почти безоговорочной капитуляции Украины. Но учитывая, что Украина не продвигалась на поле боя уже больше года, проводимые сейчас переговоры рискуют в лучшем случае повторить дипломатию, лежащую в основе неэффективных минских соглашений, которые положили конец войне на Донбассе 14-15-х годов, не ограничивая при этом волю России контролировать Украину. Соглашения предоставили России слишком большую свободу в наращивании военных сил на территории Украины, что открыло путь к гораздо более агрессивному вторжению 8 лет спустя. У Путина нет очевидных причин идти на добросовестные уступки Зеленскому. Российская экономика пока что пережила войну. Фактически, Кремль увеличивает военные расходы и уже давно закапывает эту ситуацию. Россия сохраняет за собой возможность заказать дополнительную мобилизацию. Склонный к высокомерию, Путин, вероятно, рассматривает свою бывшую специальную военную операцию как многолетнюю войну, в которой России хватит сил и духа, чтобы одержать победу. Пока он сохраняет такую позицию, переговоры не дадут выхода из лабиринта этой ужасной войны. Украина и Запад находятся в сложной стратегической ситуации. Но не все так мрачно. И Киеву, и Западу следует остерегаться пораженчества. Победы в войне могут прийти неожиданно. И в дальнейшем странам, поддерживающим Украину, придется найти баланс между уверенностью в себе и трезвостью. Трезвость требует честности. Не воевая победа Украины, не переговоры, на которых Киев начнет с сильной позиции не за горами. Уверенность в себе требует терпеливого и настойчивого стремления к сдерживанию. Никогда не прекращает давление, оказываемое на российское присутствие в Украине. В военном отношении Запад должен рассматривать войну не только как прекращение территориального продвижения России и защиту украинских граждан, но и как выведение России из равновесия. Улучшение способности Украины наносить удары по российским военно-морским объектам открывает решающую возможность. Крым, долгое время являвшийся ценным трофеем Путина, больше не является привлекательным местом для жизни и отдыха россиян. Украина поставила его в зону действия ракетных ударов, и Россия должна дважды подумать, прежде чем ставить там на якорь корабли или подводные лодки, или превращать Крым в логистический центр. Деградируя российский военно-морской флот, Украина уже восстановила некоторые заблокированные судоходные пути в Черном море. Чем больше Украина сможет атаковать российские военно-морские силы и подвергать Крым риску, тем больше она может сделать войну бессмысленной для Кремля и российского населения. Но сдерживание требует от западных политиков и общественности признания необходимости долгой и сложной войны в Украине. Намеки на то, что победа может быть уже не за горами, лишь создадут опасное впечатление, что Украина проигрывает, и что по какой-то необъяснимой причине она не может одержать победу в войне, в которой легко выиграть. Во время президентской кампании в США обвинение в том, что поддержка США и Украины это всего лишь еще одна из вечных войн Вашингтона, может ранить, именно потому что оно будет резонировать со знакомыми примерами, начиная с войны во Вьетнаме, которая закончилась до Соединенных Штатов, после того, как Конгресс решил прекратить ее финансирование. Решающее различие, конечно, состоит в том, что у Соединенных Штатов были войска во Вьетнаме, Афганистане и Ираке, и все эти войны были намного дороже, чем война в Украине. В Киеве Соединенные Штаты имеют более восприимчивого, более независимого и более демократичного партнера, чем когда-либо в Сайгоне, Кабуле или Багдаде. Победа не будет определяться только на поле боя. В стратегическом отношении западные страны должны активизировать усилия по интеграции Украины в свои институты. Конфликт между Украиной и Россией начался в 2013 году, когда правительство Украины поддалось давлению России и потребовало выйти из торгового соглашения с ЕС, что спровоцировало революцию в Майдане, которая привела к власти в Киеве новое более прозападное правительство. С тех пор Украина получила статус кандидата в ЕС, приближаясь к Европе через юридические и политические соглашения и через узы чувств. Это уже победа Европы и Украины. Политики должны углубить связи Украины с Западом, соединив ее с Европой, даже если полноправное членство в ЕС и НАТО, вероятно, не может произойти до окончания войны. Долгосрочное сдерживание России может пойти только на пользу Украине, хотя это может показаться менее грандиозной целью, чем громкая победа на поле боя. Лидеры Украины остро осознают внутреннюю напряженность в западных странах и военные проблемы, с которыми сталкивается Киев. Чтобы стимулировать дальнейшую поддержку Запада, Киев должен основывать свои аргументы в пользу западных инвестиций в Украине на сдерживание России, подчеркивая, что в конечном итоге победа над Россией в такой же степени отвечает интересам Запада, как и интересам Украины. Российские военные увязли в Украине, и в результате региональное влияние Москвы в Центральной Азии и на Южном Кавказе уменьшилось. Если бы Россия захватила Киев, сейчас произошло бы обратное. Но в настоящее время Россия лишь несовершенно и, возможно, временно удерживается в Украине и за ее пределами. В ближайшие годы сдерживание должно будет поддерживаться большой, больше европейской, постоянной военной помощи США. Запад также должен сохранить свои санкции в отношении России и лучше обеспечить их выполнение. Помощь Украине – это не филантропия. Для Европы успех или неудача сдерживания России будет определять безопасность всего континента. Для Соединенных Штатов успех или неудача сдерживания России в Европе определит будущее международного порядка, который они возглавляют. Сдерживание России следует концептуализировать и праздновать, как устойчивый, непрерывный процесс действий, который начался до февраля 1922 года и вступил в силу с украинской обороны Киева и наступлением на поле боя осенью 1922 года. Сдерживание, по определению, может обеспечить лишь частичную часть победы. И по этой причине следует ожидать взлетов и падений общественных настроений в странах-союзниках Украины. Эти взлеты и падения делают все более целесообразным для западных лидеров, чувствительных всплеском оптимизма и разочарования, принять сдерживание в качестве своего неизменного компаса. Это поможет как военным усилиям Украины, так и моральному духу ее союзников. Придерживаться последовательной, реалистичной стратегии среди приливов и отливов настроений в большой войне это собственный источник уверенности в себе. Председатель КНР призвал Вашингтон прекратить вооружать Тайвань и подчеркнул, что восстановление суверенитета над островом неизбежно. Да еще и призвал отменить односторонние антикитайские санкции. Байден главным итогом назвал возобновление связи между военными ведомствами Пекина и Вашингтона, которые позволят избежать просчетов любой из сторон и предотвратить конфликт. По убеждению Зеленского окончание войны может быть самым разным, но Россия непременно, как он выразился, должна пострадать. Еще раз, это прямая цитата. Что именно Зеленский имеет в виду под окончанием войны, он тоже пояснил. Россия должна вывести войска. Итог подводит Нью-Йорк Таймс. Переговоры Вашингтона и Пекина продолжит советник президента США по нацбезопасности Салливан. Он будет взаимодействовать с главой китайского МИДа Ван И.